Готовы? Персона отца Александра Мини сегодня по-особому в современной России читается. А каким был отец Александр тогда, в той церкви, в той обстановке и сегодня? Я сегодня второй раз уже возвращаюсь к этой теме. В новой деревне, где он служил и на месте его убиения. Отец Александр жил в то время, когда согласно государственного законодательства деятельность священника ограничивалась стенами храма. Отец Александр, я думаю, душой чувствовал, что ему тесно в этих стенах, потому что он находил возможность обращаться к сердцам людей вне храма. И в то время это было необычным, потому что не каждый священник имел дерзновение и мужество так поступать. И дважды сегодня я уже говорил о том, что вот этот подвиг пастырского служения отца Александра является назиданием и призывом к современному духовенству, потому что ничто не запрещено в пастырской деятельности. И сколько есть сил духовных, священник, архиерей должен отдавать людям это. И мы, конечно, видим, что помимо богослужения у нас почти всюду в Русской Православной Церкви восстановлены все формы исторического служения Церкви от времен князя Владимира и до того трагического периода, когда это было прервано насильно, я бы сказал. Теперь с помощью Божией мы восстанавливаем и просветительское, и социальное служение. И вот нужна любовь, нужно дерзновение современного священника, чтобы это все осуществлять. В то время, четверть века тому назад, многое из этого осуществлял отец Александр. Почему я и говорю, что он является в этом отношении светлым примером для нашего духовенства. И мы сегодня у его могилы молились в храме, который построен около места его убиения, в надежде, что Господь примет его в своем небесном царстве, потому что он был верным служителем Церкви Христовой. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.